Коллеги, всем добрый день. Спасибо, что нашли время присоединиться к нашей сегодняшней встрече. На самом деле у нас сегодня такой заключительный предподготовительный блок недостающего компонента перед полноценной демонстрацией, перед полноценным практическим примером использования интеграционной платформы. То есть мы целенаправленно разбирали перед сегодняшней встречей компоненты интеграционной платформы, которую предоставляет компания Клик, а именно мы начали с каталога, посмотрели на репликацию в режиме реального времени. Сегодняшняя наша тема будет посвящена следующему блоку интеграционной платформы. Это, собственно, сборки витрин, моделей данных из тех репликационных данных, которые мы получили. Посмотрим преимущества, посмотрим возможности, посмотрим графический интерфейс, архитектуру системы, применение возможности, выгоды от этого решения. Но для того, чтобы вы понимали, основная цель сегодняшней встречи – проговорить про этот блок. Еще раз освежить понимание, как синергетически все компоненты связаны между собой, с тем, чтобы максимально быстро предоставить конечному пользователю данные для аналитики, данные для исследования. Но самое главное – очень гибкий и быстрый метод перестраивания всех вот этих моделей. И, собственно, следующая наша встреча, она будет уже такая большая трехчасовая. Мы рассмотрим конкретный пример, где свяжем все эти продукты на реальном примере от репликации, создания витрин, перестройки этих витрин, создания фабрики данных, так называемых, внутри определенной компании, и проброса ее в каталог и через каталог в аналитическую платформу. Собственно, это вот такой подготовительный пункт. Коллеги, давайте немножко освежим в памяти то, о чем мы говорим, и вообще-то все компоненты. Итак, компания Клик. Я надеюсь, что все прекрасно знают, что компания Клик – лидер в поставке системы, экосистемы биоэналитики со всем комплектом продуктов, которые в нее входят. Но, тем не менее, на текущий момент полностью в пакете компаний сформировались продукты, которые позволяют по гибкой методологии выстраивать внутри компании любого масштаба фабрику данных, ее перестраивать, поддерживать. То есть это абсолютно по аналогии с аналитической биоэкосистемой. Это полноценная гибкая система, долгосрочная система для выстраивания полноценной фабрики от зарождения данных, ее структурирования, регистрации, обогащения и до предоставления конечным пользователям. Это очень важно понимать. Почему? Потому что инструменты, технологии, методологии могут меняться, но если компания выбирает платформу, которая позволяет очень гибко заменять различные элементы, не меняя тех инвестиций, которые были сделаны в структуру, связанную с бизнес-процессами конкретной компании, с задачами, которые стоят у компании, а самое главное – те новые вызовы, которые стоят перед компанией, а именно интеграция новых источников, публикация в облачные ресурсы, создание экосистемы, создание партнерской системы. Все это, собственно, заключается в том, чтобы наша платформа по управлению данными, по созданию вот этой фабрики данных от зарождения до потребления данных была наиболее эффективной и позволяла нам менять эти компоненты. Итак, коллеги, мы приходим, собственно, к обсуждению интеграционной платформы. Наша часть сегодня будет посвящена Компоузу, но перед Компоузом я хотел бы еще раз повторить. Значит, в интеграционной платформе перед модулем Компоуз стоит модуль репликации. Собственно, модуль репликации – это модуль потоковой репликации, который позволяет в режиме реального времени, очень важно понимать, без влияния на источники системы. То есть в связи с чем была создана… на самом деле технология Change Data Capture, она появилась достаточно давно. Но основное преимущество и основное внимание получила в последние годы в связи с тем, что количество данных, поток данных, разнообразие архитектур стремительно увеличивалось. И, собственно, те потребности бизнеса, те потребности компании в информационных ресурсах, в их обработке, доставке конечным пользователям, они существенно изменились. И, собственно, логический выход из этой ситуации – это отход от традиционных подходов так называемых ETL, выгрузки, преобразования и обратной загрузки, они уже не отвечают реальным требованиям, современным требованиям организации. Ну, собственно, концепция репликации, она абсолютно не новая, но здесь я хотел бы пояснить несколько моментов, в чем принципиальное отличие компонентов интеграционной платформы Клика. Первое – это минимум кода, второе – это гетерогенность, то есть вот если вы посмотрите на рынок, на наших конкурентов, скажем так, или партнеров, коллег, то вы увидите то, что, как правило, они работают в своих экосистемах. То есть если это большие вендора, которые предлагают системы хранения данных, их репликаторы работают в основном на стеке их технологий. В данном случае компонент компании Клик по репликации предоставляет вот этот гетерогенный механизм, который на текущий момент из коробки имеет максимальное количество источников и приемников этих данных. На текущий момент 67 источников и около 100 приемников, включая абсолютно разнообразные архитектуры от реализационных, нереализационных, структурированных, неструктурированных, облачных и специфических стриминговых систем зарождения данных. На самом деле это все замечательно, то, что имеется простой графический интерфейс, имеется централизованная система управления всеми этими потоками и создание этих потоков. Но самое главное для компании и для руководителя важно понимать то, что все это в целом, то есть сокращение каких-либо специализированных специалистов, которые очень тонко готовят ту или иную часть. Потребность в этом сокращается, потому что лучший опыт, лучшая практика по работе с данными, она заключена в общем-то в простом интерфейсе, который позволяет обычному дата-инженеру, опираясь на бизнес-требования, создавать вот эти дата-пайпланы, что в конечном итоге сокращает вот эту общую стоимость владения по персоналу, который должен поддерживать определенные наборы технологий, по скорости создания этих цепочек, а по скорости пересоздания этих цепочек, по замене этих компонентов, это все позволяет централизованно в совокупности сохранить общую стоимость владения. Ну, собственно, это компонент, который у нас стоит перед созданием витрин данных, это необходимый компонент для захвата данных, но еще раз хочу подчеркнуть. Первое, это всеядность, второе, ну, всеядность, гетерогенность, и второе, это абсолютное, то есть никакого влияния на продуктивные системы. То есть мы работаем без посредников, никаких агентов на те критические бизнес-системы, которые забирают данные, формируют данные, да, операционные системы, никаких посредников мы не устанавливаем, мы стоим рядышком и забираем эти данные из лог-систем, любого того источника, о котором мы говорим. Но на самом деле, сегодняшний разговор у нас будет о компоненте Композ, это программный продукт, который входит в интеграционную платформу, стоит за репликатором, при этом для Композа, Композ, в общих чертах, что такое Композ? Композ – это средство для автоматизации создания хранилищ, витрин, озер данных. Считайте, что это такой определенный оркестратор, который позволяет, с учетом той специфики и той архитектуры, которая присутствует в организации, моментально получив данные из репликатора, то есть репликатор является источником для Композа, он забирает все изменения, которые происходят в операционных системах компании и в режиме реального времени раскладывает по той архитектуре, по той структуре, которая принята внутри организации. Все мы прекрасно знаем, что существует огромное количество различных подходов, архитектур к раскладке данных. Как правило, для чего это делается? Для того, чтобы, во-первых, эффективно сохранять данные, в горизонте планирования, в горизонте сохранения этих данных, эффективно их забирать для целей аналитики, то есть для целей аналитики одна часть, одна архитектура может быть, для целей data science, machine learning, для того, чтобы исследовать определенные паттерны, это может быть совершенно другая архитектура укладки данных. Все зависит от того, какую потребность мы для этого испытываем. Собственно, для этого были разработаны те архитектуры, начиналось все с нормальной формы, потом появилась схема звезда, все это перешло в различные вариации якорных моделей по различным схемам и так далее и тому подобное. Но, как правило, в организациях нет чистых, вот чистых, так называемых, нотаций данных. В любом случае, все компании шли эволюционным путем и определенным образом выстраивали вот эту архитектуру. Так вот, основная цель Клик Компоуз – централизовать вот это управление, оркестрацию, создание схем, раскладка этих данных, заполнение этих схем живыми данными, поддержкой структур этих систем и, самое главное, очень быстрой их перестройкой. Перед тем, как мы погрузимся в сам Клик Компоуз, я хотел бы с вами рассмотреть основные проблемы, то есть почему появился вот этот Компоуз и почему вообще компания Клик такое внимание уделяет вот этому компоненту, не просто репликации, а выделила в своем портфеле отдельный продукт, который занимается автоматизацией раскладки этих данных. Ну, собственно, для нас вот здесь важна картиночка, и она на самом деле повторяет ту же самую проблему, которая в свое время встала перед аналитиками. Тогда, когда вот этот непрерывный цикл работы с данными требует постоянной перестройки, постоянного влияния конечного бизнес-пользователя на ту схему, с которой работает бизнес-аналитик, да, дата-инженер, дата-архитектор и так далее и тому подобное. То есть скорость перестройки, скорость создания различных сценариев, да, вот как обычно раньше строилось, то есть по практике хранилище данных, витрины данных, и вот коллеги, которые работают в компаниях, и видели, когда к ним приходят консультанты и обещают построить хранилище за какой-то там короткий промежуток времени, как правило, это все растягивается на достаточно длительный срок. При этом меняются команды, возникают такие ситуации, что в компании возникает несколько версий правды, несколько версий хранения данных. Так вот, централизованный инструмент оркестрации создания витрин, хранилищ, озер данных, гибридных озер данных, но самое главное, возможность гибкой перестройки всех этих моментов, тогда, когда конечный пользователь понимает, что теперь мне это не нужно, и, например, появилась новая технология, новая методология укладки данных, новое видение, как это лучше укладывать, либо появился новый источник, система хранения данных, который позволяет в более эффективном формате сохранять, раскладывать эти данные. Так вот, этот оркестратор позволяет очень эффективно закладывать логику формирования этих витрин, поддерживать централизованно эту логику, делать версионность этой логики, но самое главное, не ждать, как это раньше делалось. То есть у нас работают операционные системы, мы ждем ночь, и когда нет нагрузки на операционные системы, мы начинаем пакетную загрузку этих данных и раскладку их по витринам, по АЛАП-кубам, то есть называйте как угодно, то есть делаем предподготовку для того, чтобы наши аналитики, аналитики, дата-сайентисты, то есть те люди, которые принимают решения на основе данных, могли эффективно работать со своими кубами данных. Так вот, для того, чтобы избежать вот этого лога, а максимально быстро предоставить возможность конечному пользователю работать с данными в нужном формате и в том историческом горизонте, который необходим для решения конкретных задач, был создан вот этот инструмент автоматизации, автоматизации создания хранилищ витрин, данных, который называется ClickCompose. Еще раз повторюсь, ClickCompose – это оркестратор, который, если мы, например, говорим о создании витрины данных, он является управляющим элементом, то есть внутри него заложены определенные настройки в виде конфигурационных файлов по тем моделям, которые общеприняты, нормальная форма, модель данных, шестая нормальная форма, якорная модель, измененная якорная модель, все вот эти лучшие практики создания витрин данных, они идут из коробки в Композе. Но они, то есть в зависимости от архитектуры вашего хранилища, или задумки, как сделать новое хранилище, или перестроить новое хранилище, Композ позволяет с помощью конструкторов и конфигураций создать определенную архитектуру и моментально сделать ее заполнение, но самое главное – обеспечить ее поддержку в виде непрерывного заполнения. То есть такого понятия, что вы будете ждать, когда пройдет ночь, и заполнятся все наши кубы, такого понятия уже в Композе нет. Почему? Потому что для Композа источником является репликатор. А как мы помним, репликатор опрашивает наши операционные системы, не нагружая их в режиме реального времени, забирая те изменения, которые происходят в операционных системах. Собственно, задача Композа – забрать эти изменения и разложить по той структуре, которая наиболее эффективна и просто относится к тем задачам, которые стоят перед компанией. Ну, собственно, немножко если погрузиться в сам Композ, то это определенный программный инструмент, который построен на микросервисной архитектуре, который имеет открытый API, который имеет очень гибкие возможности по конфигурации, по сохранению версий этих конфигураций, по перестройке этих версий, по быстрой имплементации. Самое главное – то, что он поддерживает точно так же, как и репликатор, автоматическую генерацию схем, так называемый мэппинг, между источниками и приемниками, поддерживает… Все это настраивается в режиме графического интерфейса с заполнением конкретных данных. для конечного дата-инженера, дата-архитектора или управления этой системой полностью поддерживается корпоративная модель распределения прав доступа к моделям, к созданию этих моделей, то есть централизованное средство управления этих вещей. Основной момент, когда мы говорим о централизации, это конструктор, который в режиме перетаскивания компонентов позволяет выстраивать вот эти витрины в виде автоматизации, начиная от источников, моделей, витрин, и раскладки – это уже по тем специфическим структурам, которые необходимы. Мы сейчас немножко будем погружаться, собственно, в саму архитектуру композа. Внутри из себя Клик Композ предоставляет такие две ветки. Первое – это когда мы говорим о слое корпоративного хранилища данных. Это, как правило, то, что находится в контуре компании. Но мы все прекрасно понимаем, потребности компании изменяются, и многие компании, часть данных, дешевых данных для сокращения затрат, переходят в так называемый режим создания озер данных и, более того, гибридных озер данных. То есть какие-то вещи компания стремится для сокращения затрат, стремится сокращать. Либо в географически распределенных своих дата-центрах, либо в облачных ресурсах. Так вот, все вот эти моменты, прозрачные из коробки, поддерживаются композом с тем, чтобы управлять этими схемами для раскладки данных абсолютно в различные архитектуры, абсолютно в различные приемники, которые будут сохранять наш основной массив данных. Да, ну вот если посмотреть на картиночку, с левой стороны, да, мы репликатором захватили все наши изменения, а дальше вот происходит та магия, которая знакома архитекторам данных, которые готовят зону так называемой посадки, потом разбивают эти данные на ключи события, ну, если, да, в методологии, там, например, якорные модели на определенные вспомогательные, скажем так, вспомогательные таблицы, которые позволяют делать дополнительные взаимосвязи с тем, чтобы наиболее эффективно опрашивать витрины, да, и их поддерживать. Все это делается, собственно, в автоматическом режиме, который позволяет нам зарегистрировать данные, разбить данные, подготовить модель данных по той архитектуре, которую мы запросили. Но самое главное, весь вот этот путь от зарождения преобразования, да, источника в витрину, он полностью фиксируется в следующем компоненте, да, в каталоге, и полностью все преобразования, которые были связаны со структурой, с моделью, вообще с техническим, с технической метаинформацией, все это автоматически регистрируется в каталоге, либо может, да, напрямую передаваться в аналитическую систему, но почему я упомянул каталог, потому что именно каталог является той ширмой, которая позволяет вам, с одной стороны, для бизнес-пользователя, для него абсолютно неважно, в витрине данных у вас находятся данные, там, в исходном источнике, или что-то у вас находится в облаке. Вот именно каталог позволяет создать вот эту ширму, которая, с одной стороны, перед лицом бизнес-пользователя, предоставляет готовые датасеты, да, подготовленные в витрины, подготовленный датапродукт, с которым он работает. А с левой стороны, это вот вся вот наша кухня, которая связана с созданием этих витрин. И вот задача архитектора не копаться в течение года, не создавать какой-то собственный фреймворк, конструктор, который поддерживает различные методики так называемых дев-опса или дата-опса, с написанием каких-то кастомных скриптов и так далее и тому подобное, а позволяет распределить роли между дата-инженерами, эффективно настроить вот эту ролевую модель и эффективно перестраивать, создавать цепочки поставки данных для конечного пользователя. И все это делать за нашим каталогом, который конечному пользователю в итоге предоставляет готовый продукт. Это если мы говорим о компоненте ClickCompose, который отвечает за создание витрин данных в контуре организации. Вот немножко такая вот картиночка, буквально абсолютно свежая. Чтобы пройтись по основным ключевым моментам, собственно, все такие даже технические детали, они представлены вот все на одной картиночке. Все современные возможности с поддержкой изменения схем данных, с поддержкой опроса физической модели данных источника и приемника, с поддержкой там суррогатных ключей, с поддержкой... Вот чем мне нравится, вот опять же по окончании сессии, недавно вышла хорошая статья на Хабри, там где предложена более эффективная модель, якорные модели через суррогатные ключи. Мы обязательно тоже ссылочку дадим. И вот очень хорошее применение, например, у вас есть классическая якорная модель, и вот вам надо, например, изменить определенные так называемые узлы сателлиты, и вот очень эффективно это делается, например, в этом композинге. Но самое главное, все вот эти изменения, они не остаются где-то в скриптах, в виде фреймворка, который разрабатывает архитектор, а они остаются в централизованной системе и, самое главное, поддерживаются, определенным образом развиваются, имеют свой определенный жизненный цикл, и самое главное, перерождаются в новые схемы, при этом без потери данных. То есть цикл поставки данных, он не прекращается. Он просто начинает переходить на новую цепочку от репликации до композинга и создания вот этих всех моделей. Следующий компонент, да, наиболее важная часть, да, это все-таки создание витрин данных внутри организации. Но, как я говорю, абсолютный мейнстрим, я уже не говорю на Западе, это уже 3-4 года, там все массово выстроились в очередь, они только смотрят на облачные структуры. Но, тем не менее, да, композ позволяет вам уже заранее, мало ли, что-то изменится, да, мало ли наши отечественные производители, да, крупнейшие поставщики облачных решений, да, в определенное время предоставят нам уже абсолютно полноценное решение для сохранения этих данных. Я имею в виду как Snowflake, Databricks и же подобные, там, в связи с импортозамещением, да, и вот всех вот этих политических рисков. Но, тем не менее, композ уже вам позволяет на режиме моделирования предоставить инструмент, который в режиме конструктора точно так же, если вы захотите определенную цепочку, определенную часть вашей витрины, если вы понимаете, что она содержит, например, дешевые данные или данные обезличенные, или данные, которые являются ценными для вашей экосистемы, либо для ваших партнеров, очень эффективно и быстро пересоздать эту цепочку, например, в облачном решении. Возможно, либо в облачном решении, да, либо в гибридном решении, либо в посадке этих данных в какой-либо распределенной системе. Все это, то есть мы, да, мы разделяем вот эти два компонента, но, по сути дела, они все входят вот в один продукт, клик-композ, который внутри разделяется, да, по функциональным возможностям создания витрины внутри контура организации, но при этом точно таким же образом, по аналогии, он позволяет создавать гибридные озера данных, витрин, да, обсаживать эти данные внутри распределенных систем, которые могут находиться абсолютно в разном географическом местоположении, в разной инфраструктуре, в разных местах. Но основной смысл композа предоставит централизованный, простой инструмент, который позволит управлять всеми этими цепочками. Ну вот, не отходя далеко, да, вот конкретный пример для айтишников, он, возможно, будет интересен, да, то есть если покопаться внутри, то есть как это происходит. Ну вот, да, пример того, как работает композ, например, в облачных решениях. То есть, когда я говорил то, что композ – это оркестратор, вы прекрасно знаете то, что различные компании, ну, будем говорить, да, вот, например, Asia, там, например, для создания кластеров необходимо поднимать, там, например, спарковские кластера, хадуповские кластера. Мы прекрасно понимаем, да, то, что в контуре организации не каждая компания могла себе раньше позволить внутри своего контура организовывать вот этот такой, скажем так, инфраструктуру как код, создание кластеров Spark и так далее и тому подобное. Появление облачных провайдеров позволило нам в минуты создавать вот эти сложные кластера, которые позволяют очень эффективно хранить и обрабатывать огромные массивы данных под абсолютно различные задачи. Либо это устройство интернета вещей, которые выводятся на рынок, и которые необходимо регистрировать эти данные и так далее и тому подобное. Так вот, Compose – это оркестратор, который использует внутренние инструменты облачных, например, провайдеров. То есть он как поставщик определенных инструкций опрашивает сервисы, например, Azure или AWS или Яндекс.Ублако, да, по определенному управляющему механизму, поднимает необходимые сервисы, разворачивает необходимую инфраструктуру и, забирая данные из репликатора, раскладывается эти данные внутри облачного решения. Но, помимо всего прочего, да, соответственно, всем этим стоит полностью автоматический так называемый Data Lining. То есть вся та оркестрация, вся та кухня, которая прошла в режиме репликации, трансформации, да, Compose витрин, автоматизации создания витрин, она вся автоматически, если мы говорим о всей интеграционной платформе, регистрируется в Клик-каталоге. И, опять же, в дальнейшем может быть переиспользовано, да, в аналитическом инструменте, который точно так же предоставляет компания Клик. Ну, да, вот мы, соответственно, переходим вот к тому источнику, да, то есть к тому компоненту, который это все дело закрывает и является, да, вот этой ширмочкой между IT-подразделением, который, с одной стороны, централизованно гибко управляет этими потоками, а с другой стороны, не пугает пользователей словами то, что нам надо переделать скрипт или нам надо подождать, пока у нас будут созданы витрины, там, агрегационного слоя, оперативного слоя, то есть не грузят пользователей, а предоставляют конечный дата-продукт, с которым бизнес-пользователь решает свою бизнес-задачу, да, будь то дата-сайентист, машин-ленинг-специалист, инженер, аналитик и начинающий аналитик. Все это позволяет, то есть подход компании Клик, которые фокусируются, да, на создании вот такой гибкой экосистемы, платформы позволяет достичь следующего. Мы прекрасно понимаем то, что различные компании находятся на разном цикле, ну, то есть разный жизненный цикл, разный цикл, разный формат зрелости по работе с данными. Кто-то уже осознал, да, ценность подхода по работе, там, в режиме самообслуживания. Кто-то только находится в начале этого пути. Но, как правило, камнем предкновения, и компания Клик это понимала, то есть компания Клик была одним из лидеров, тот, кто понял, что следующий этап развития по работе с данными это режим самообслуживания. Но камнем предкновения была именно скорость создания, перестройки, стоимость поддержки решений по созданию витрин, то есть по созданию вот этого топлива, которое необходимо для дата-аналитиков. И вот на текущий момент компания Клик полностью замкнула вот этот цикл в части предоставления инструментов для гибкого выстраивания фабрики данных в организации абсолютно любого размера. Коллеги, вот, в общем-то, да, хотелось бы перейти уже к обсуждению. Почему? Потому что все-таки демонстрация Клик Компоуз в отрыве от репликации каталога, да, и аналитики она несколько будет скудная. И моя основная задача была сегодня вот еще раз повторить те компоненты, ту философию, которая заложена в эти продукты и подготовить вас к трехчасовому такому вебинару, можно сказать, воркшопу или лабораторной работе, где мы с вами возьмем конкретную компанию с конкретной ERP-системой, опишем задачу, да, то есть есть, например, ERP-система, САП-овские ERP-системы, хотя это абсолютно не важно, это может быть 1С или абсолютно другая система. Мы с вами построим дата-пайплайны, которые будут реплицировать у нас из нашей ERP-системы, операционной системы, например, данные по заказам. Мы выстроим с вами витрину данных, витрину данных параллельно и в контуре компании, и в контуре, и в облачном контуре. Сделаем с вами привязку в каталог и посмотрим, как это все совместно, как это все вместе работает в режиме реального времени. Попробуем перестроить, сделаем какие-то допущения, попробуем перестроить эту цепочку данных. И вот здесь все вот эти кубики, они должны очень хорошо сложиться как это работает в реальности. Собственно, это была основная цель моя, нашей сегодняшней встречи. А сейчас я предлагаю перейти к ответам вопросам, для того, чтобы, может быть, более какие-то дополнительные вещи прояснить. Марина. спасибо, спасибо большое, Саш. Но пока что у нас нет вопросов в чате. Коллеги, пишите, да, вот первый вопрос появился. Как отслеживается качество данных? Хороший вопрос, причем этот вопрос задается абсолютно регулярно. Перед тем, как ответить на вопрос, как отслеживается качество данных, надо прекрасно понимать, что качество данных это всего лишь договоренность между потребителем, консюмером этих данных, да, и производителем этих данных. Поэтому качество данных может отслеживаться. При этом мы прекрасно понимаем, что в инфраструктуре компании Клик нету специализированного, заточенного инструмента, который будет отслеживать качество данных по каким-то, стандартам, которые приняты в организации, либо которые навязаны определенным инструментом для организации. Почему? Потому что это неэффективно. Компания Клик это понимает, что навязывать инструмент для контроля качества бессмысленно, потому что качество это есть договоренность того, что принимает потребитель данных, тех данных, которые производятся внутри компании. Но при этом внутри и репликатора, и композа есть встроенный механизм, который позволяет в виде конструктора создавать вам собственные правила кросс-валидации, кросс-проверок, то есть получили данные, например, в табличке, настроили правила, причем эти правила, то есть вот этот конструктор, он находится и в репликаторе, и в композе, и в каталоге, который по определенным вашим правилам, ну, например, проверить соответствие заполненности номеров телефонов в полях, простой способ, да, это мы можем делать на уровне репликатора, который сразу на уровне строк может отсеять вот эти простые моменты с качеством данных. Более сложный пример, что нам делать, если у нас, например, необходимо провайдера, ну, например, есть провайдер Артели Журавлевых Додата, который приводит качество адресов в нормальный вид. Для этого, например, либо в репликаторе, либо в композе мы можем использовать API, который опросит внешнего провайдера, который, например, является более профессиональным в этом случае, и с тем, чтобы нам вернулся более правильный адрес. То есть, на самом деле, различными подходами можно обеспечить вот это понятие качества данных. Но, опять же говорю, то есть, компания Клик не навязывает какие-то предустановленные категории качеств. Это уже оркестрация, да, это уже те правила, которые вы начинаете имплементировать вот в этих решениях. А дальше вы уже придумываете, например, если вы понимаете, что совокупность факторов, адрес, телефон, фамилии, имя, отчество, являются определенным сводным, например, критерием для какого-то дата-сета в виде показателя, то вы внутри дата-каталога создаете метрику, которой привязываете, например, техническое поле, которое будет передаваться из репликатора, и уже, например, для конечного пользователя, который понимает, что, например, вот этот кружочек, который связан с качеством данных, он включает в себя заполненность, например, трех полей с проверкой, например, у какого-то провайдера, и в зависимости от этого рассчитывается какой-то сводный KPI, и уже каталог вам покажет вот этот сводный контроль качества, который вы принимаете за допустимый для себя. Ну, как-то вот так вот я ответил вам. Спасибо большое. Следующий вопрос. Какой уровень входа для работы с инструментом? При использовании конструкторов есть риск получения неграмотных решений. Допустим, в 1С полно таких примеров. Ага. Коллеги, ну, здесь надо понимать несколько другой подход, да, когда я говорю о конструкторе. То есть, ну, во-первых, да, там в 1С очень много вариаций, да, действительно, когда там открывается все, там может, то есть, точно так же там начинают пилить конструкторы на коленке абсолютно разные конфигурации. Как я сказал, из коробки, то есть, и по репликации, и по композингу в клике идет полностью абсолютно вот лучшие практики по, например, по забору данных. То есть, мы с вами на уровне обывателя можем говорить так, забрать данные, например, из Postgres'а и положить их в GreenPlan. но вот если опускаться ниже, например, в Postgres'е для того, чтобы, да, забирать данные из журнала, существует определенная там внутренняя утилита, родная, для Postgres'а. Вот мы говорим, что просто забрать, а компания Click уже знает вот эти моменты, и вы в его компоненте репликации, например, из Postgres'а, она использует вот эту внутреннюю утилиту, родную, для Postgres'а. Когда мы говорим загрузить данные в GreenPlan, точно так же там используются свои инструменты, которые являются уникальными, специфическими. И точно так же для различных вот этих задач вот эти компоненты, они выбрали в себя лучшие практики по работе с этими моментами. С одной стороны, да, то, что идет из коробки, оно выверено, да, это является, там, например, лучшая практика по созданию, по определенным правилам по созданию, там, например, якорной модели. Но мы прекрасно понимаем то, что чисто якорной модели может не быть, и вы можете делать вот эти корректировки в зависимости от ваших потребностей. Для того, чтобы не быть голословным, любой из вас может запросить да, триальные версии и репликатора, и композа, и вот самим убедиться, что даже на уровне простого дата-инженера установить и начать работать прямо здесь и сейчас со всеми этими компонентами может абсолютно любой такой вот технический специалист с тем, чтобы попробовать, что такое конструктор в клике. коллеги, да, есть ли уже ссылка на трехчасовый воркшоп? Перед тем, как объявить о трехчасовом воркшопе, мы хотели бы, да, вот, по крайней мере, те коллеги, которые сегодня собрались, может быть, от вас будет обратная связь, когда, в какое время, в какой месяц, да, или там, в какой день недели, какие сроки будут наиболее для вас оптимальны. Оповещение об этом воркшопе будет за две-три недели с подробной аджендой, потому что это будет такое серьезное мероприятие, в котором будут связаны все вот эти компоненты, и мы постараемся минимум за три недели предупредить об этом воркшопе. На текущий момент конкретной даты нету, мы сейчас пока собираем обратную связь, так как хотим пригласить туда достаточно большое количество заинтересованных людей из предыдущих вебинаров и вот с текущего вебинара. Спасибо большое, Саша. Еще один вопрос. Если в исходной системе неполный журнал, то есть есть объекты операций, по которым не лагируется журнал, как в таком случае будет идти репликация? Ага, коллеги, вот я хочу, чтобы не пускать все-таки определенные роли у людей, очень хорошие вопросы, этот вопрос на самом деле обычно задают архитекторы данных, чтобы вы понимали, вот когда мы сейчас обсуждаем репликейт и компоуз, это настолько обывательская вершина айсберга, потому что ведь репликатор и компоуз это, ну, скажем так, не BI инструмент, это критикал бизнес-системы, то есть вот эти все моменты, забора данных из журналов, сложные кейсы, связанные, например, с циклической записью журналов, сложные записи, которые связаны, например, неполным лагированием журналов, вот под капотом, например, в репликаторе это целый там, целый мир, который специфичен для вот этих моментов, но я отвечу конкретно на этот вопрос, на самом деле, тогда, когда мы понимаем, что в журнале могут не попадать, то есть мы понимаем, что журнал не обеспечивает полноту забора данных, естественно, мы не можем натравить на него, ну, я использую слово натравить, да, настроить на него полноценную репликацию из журнала, но что мы можем сделать, мы можем дополнительно включить в настройках компонента, который осуществляет репликацию, так называемую, да, более высокого уровня репликацию, триггерную репликацию, то есть, да, Действительно, если мы физически не можем забрать из журнала, нам приходится выкручиваться из этой ситуации. Да, немножко менее эффективный вариант, но мы используем, например, триггерную модель. То есть на уровне опроса источника мы начинаем анализировать, насколько полон журнал, какие записи в него не попали, и тогда забирать непосредственно из системы с запросом к этой системе. Мы стараемся избегать этого. Когда мы говорим change data capture, это означает, что не только напрямую из журнала. Мы стараемся все забирать из журнала, чтобы не грузить ваши системы. Но если мы понимаем, что журнал не обеспечивает необходимого качества, но при этом нам все равно надо обеспечить полный цикл поставки этих данных, мы переходим к следующему уровню, к более высокому, так называемый триггерный уровень. То есть репликация на уровне триггеров. То есть мы внутри репликатора создаются временные таблички, которые начинают контролировать, а что же происходит в вашей базе данных. Это менее эффективно через журналы, но это решает задачу репликации при поломке этого журнала. И, коллеги, я хочу, чтобы вы прекрасно понимали, еще раз повторюсь, это система корпоративного уровня, то есть лидер change data capture решения. Поэтому все вопросы, связанные с отказоустойчивостью, билити, резастеры и так далее и тому подобное, вот эти все вещи, они все по умолчанию вложены в эти все компоненты. То есть есть различные подходы к выстраиванию архитектур в зависимости от потребностей клиента. И вот как раз я хотел бы вот здесь такой случай рассказать, потому что очень часто я с этим сталкиваюсь. Здесь должно быть понимание наше несколько иное, чем, например, вот да, аналитическая система. Еще раз повторюсь, это бизнес-критикл-системы. Соответственно, позиция компании Click заключается в следующем. Мы не продаем, например, Replicate, мы не продаем Compose, мы не продаем каталог. Мы предлагаем решение проблемы, связанное с конкретной задачей у коллег. Ну, например, телеком-компании. Обеспечить забор данных в размере 25 терабайт в течение суток со сложной циклической записью в единый лог из 50 машин, из 50 орокловых машин. Все, здесь компания Click уже за счет того, что она может вот этот рой репликаторов настроить таким образом, чтобы он в различных географических областях забирал данные, оптимизировал нагрузку на сеть, передавал эти данные. Вот это уже такая инженерная архитектурная работа, которая позволяет с учетом вот этих компонентов не продать просто репликатор, который просто в тупую может перемещать данные, а выстроить архитектуру вокруг решения клиента, которая решит вот эту задачу. Ну вот как-то так я ответил бы на этот вопрос. Спасибо. Еще один вопрос. Все настраивается через интерфейс или я все же могу написать ETL-процедурку на каком-то языке программирования? Угу. Коллеги, вот здесь компания Click, да, у компании Click такой подход. Если вы еще не... То есть мы прекрасно понимаем, да, то есть такой стек во многих компаниях, связанный с ETL-инструментами и так далее и тому подобное, мы сюда, грубо говоря, не лезем, но мы прекрасно понимаем. Этот подход, он отмирает. Отвечая конкретно, перед тем, как более обширно отвечу, отвечая конкретно на этот вопрос. Значит, процедуру ETL вы написать не можете, если мы говорим о классическом ETL, что вы заберете из источника данные, заберете из источника данные, где-то их трансформируете, а потом опять загрузите, то компания Click считает неэффективным данным подход. И более того, этот подход будет мешать нам обеспечивать ту скорость, а скорость является скоростью в режиме реального времени забора и загрузки этих данных. Но при этом в компании Click есть инструментарий, который позволяет делать вам несложную трансформацию, ну, например, на уровне различных таблиц, да, VSL-капов, то есть поиска различных значений в различных таблицах, а тогда, когда необходима там простейшая трансформация, она делается внутри репликатора. То есть потому что вот эти операции, междустрочные, они делаются очень быстро в момент именно репликации забора из журнала. Но если вы понимаете, что вам нужно сделать какую-то трансформацию, ради бога, мы передаем вам данные, мы прекрасно понимаем, что, например, тот же GreenPlan или тот же ClickHouse сделает агрегацию, либо какую-то трансформацию намного эффективнее, когда получит все уже исходные данные. Поэтому задача Click обеспечить именно наиболее полную отдачу и быструю отдачу этих данных. А уже как вы к этому прикрутите ETL, либо вы, например, с средствами самой базы данных это будете делать, либо с помощью, да, вот Таллинда, Пентаха или информатики, это уже ваше решение. Такого подхода в инструментах компании Click нету с тем, чтобы забрать данные, трансформировать их где-то, а потом перегрузить, такого нету. Почему? Потому что мы работаем с очень большими объемами данных, и мы обеспечиваем скорость реальную, скорость режима реального времени. А так вы можете писать процедуру либо на стороне базы данных специфической, либо по старой технологии, да, забирать в дорогие ETL-инструменты и там их преобразовывать. Но при этом, да, то есть если вы хотите немножко замедлить репликатор, вы можете, используя API, да, заставить репликатор, например, отдать данные в ETL-конструктор, ну, например, либо в информатику, либо в Пентаха, либо в Таллинд преобразовать, а уже из Таллинда загрузить в какой-то источник. Но это уже не Change Data Capture в части вот прямой поставки. Как бы вот так вот я ответил. Коллеги. Большое. Коллеги, вопросы, если есть, пишите. Ну, в принципе, мне кажется, мы благодаря ответам, мне кажется, уже по максимуму вопросов собрали ответили. Да, и вот, коллеги, вот почему наша встреча сегодняшняя, а сегодня наша встреча, она не такая обширная. Еще раз хочу сказать такую вещь. На самом деле вот обсуждать эти компоненты в отрыве от конкретного примера достаточно сложно и, как показала практика, неэффективно. То есть вот есть уже определенный опыт в работе с клиентами, заказчиками, да, вот с реальными кейсами. И на самом деле показать вот мощь, эффективность, да, и понимание, что, где можно вот этот, например, ETL применить или как качество обеспечить, я предлагаю дождаться вот этого большого вебинара, выделить на него время. Еще раз повторюсь, мы заранее сделаем рассылочку, и это будет все, в общем-то, кульминация вот этих подготовительных шажков. Считайте, вот то, что мы с вами проходили по каталогу, репликатору и композу, это обзорные такие вещи для того, чтобы, может быть, даже получить от вас какие-то вопросы. Но основная ценность будет заключаться вот именно в сводной демонстрации на конкретном примере использования этих инструментов. Это достаточно длительный, ну, пример, потому что используются различные компоненты, но именно он наиболее полно показывает эффективность, возможность и мощь этих инструментов в связке с друг другом. Отдельно рассматривать композ от репликации не имеет смысла, потому что именно репликатор обеспечивает непрерывность поставки этих данных. Именно композ, вот мы с вами будем рассматривать и прям видеть в реальности, как он выстраивает структуру, витрину данных, прям здесь и сейчас, либо на вашем SQL-сервере, либо на Роклорском сервере, либо в Глинпламе, да, как месте хранения, либо вообще в озере данных, где-то в облачном решении. Вот это все, оно должно быть в непрерывной цепочке. И это была, собственно, подготовка к этой большой нашей задумке.